Самое трудное при украшении новогодней елки, это совместить традиции с современными тенденциями. Хороший пример такого компромисса – Дед Мороз, наряженный в костюм Человека-паука. Ну или можно повесить голову магистра Йоды, причем отдельно от тела, прошу заметить. Наверное, нужно очень сильно любить суши и роллы, чтобы украсить ими елочку. Причем это не просто купленный набор к обеду, это специально созданные елочные игрушки. Привет, с вами канал Фактория. Эээ, ладно, допустим, кто-то захотел украсить елку представителями разных профессий. Я даже не буду спрашивать, почему они раздеты. Но объясните мне кто-нибудь, почему у них хвосты? Видимо, подразумевалось, что младенец на елке будет смотреться очень мило. Но что-то, похоже, пошло не так. Видимо, елка оказалась слишком колючая. Украсить рождественскую ель ангелами – это просто прекрасная идея. Но вот когда эти ангелы сделаны из макарон, даже не знаю, наверное, это называется словом «креативно». Плохо, когда фанаты не могут держать себя в узде и начинают украшать любимыми персонажами елку. Не уверен, что герои Стартрека счастливы здесь оказаться. Каждый год на новогодние праздники случается огромное количество пожаров, связанных с неправильным украшением елок. Но в этом году пожарные подготовились и создали самую противопожарную елку на планете. Кажется, кто-то очень не любит Санту. Видимо, в прошлом году плохие подарки принес, так и висит с тех пор. Ну вот кем нужно быть, чтобы украшать рождественскую ель вполне натуральными какашками? Их даже заботливо припорошили снежком. Что в голове у этих людей? Кто-нибудь знает этого персонажа? Это вообще что? Зеленый баклажан? Чем-то расстроенная зеленая капля? В общем, если есть идеи, не стесняйтесь их озвучить в комментариях. Ну, тут все понятно. Для любителей бильярда создали специализированный набор елочных шариков. Кстати, отличная идея для подарка. Как будто нам мало растаявших снеговиков на улице. Давайте их еще и на елку вешать. Хотя получилось реалистично, не поспоришь. Надо же, какое милое украшение торгового центра. Приводите сюда деток, если хотите, чтобы они всю оставшуюся жизнь испытывали панические атаки при виде елок и медведей. Впрочем, взрослые от этого тоже не застрахованы. Ну а чем еще можно было нарядить елку в полицейском участке? По-моему, очень стильно получилось. Знаете, выражение с жиру бесится. Вот оно отлично подходит, когда на елку вместо игрушек начинают вешать бриллиантовые украшения. Елочку, украшенную персонажами Тима Бертона, веселой не назовешь. Но настоящих фанатов это не останавливает. Тем временем поклонники Марио тоже не сидят сложа руки и развешивают на ветках грибы, бронированных черепах и кубики с вопросами. Ну и без главных персонажей тоже не обошлось, само собой. Чего уж греха таить, многие мечтают найти под елочкой что-нибудь от фирмы Эппл. Возможно, такое украшение елки это способ приманить желанный подарок. Но что делать, если Новый год пришел, а украшения с Хэллоуина еще никто не убирал? Совмещаем два праздника в одном и проблема решена. И на новые игрушки тратиться не нужно. Шикарная получилась елка! Заметьте, во-первых, она продолжает расти. А во-вторых, эти знаки еще пригодятся. После праздников их можно будет вернуть на свои места на улицах города. Определенно, это одна из самых странных вещей, что мне доводилось видеть в жизни. Елка, украшенная змеиной кожей, сброшенной после линьки. Ну, тут все понятно. Настоящего любителя компьютерной техники отсутствием елки и украшений для нее не смутишь. Несколько клавиатур с RGB-подсветкой, мышки, кулеры со светодиодами. Вот и готовое решение проблемы. В принципе, украсить елку живыми цветами кажется хорошей идеей. Даже выглядит красиво. Только вызывает навязчивые ассоциации с траурными венками на памятниках. Нет возможности купить фирменные елочные игрушки. Не беда. Главное, чтобы под рукой оказались лампочки. Ну и вагон фантазии не помешает. В самом крайнем случае на елку можно повесить погнутую вилку и заявить, что это дизайнерское решение. Не нашлось вилки? Не страшно, вешай ложку. Если еще хватит времени на то, чтобы ее разрисовать, никто даже не заподозрит подвоха. Еще один пример того, как хорошая задумка в реальности выглядит странно. Вроде бы шарики с фотографиями членов семьи должны смотреться мило. Но почему-то мне совсем не хочется увидеть себя повешенным на елку. Ну что тут сказать. Елочка не для слабонервных. Людям с расшатанной психикой и беременным женщинам лучше ее никогда не видеть. Что может быть чудеснее, чем украшать елку вместе со своей семьей? Это действительно волшебное занятие. Но вот что в семье должно было пойти не так, чтобы захотелось воткнуть среди еловых веток сову? Почему бы не нарядить елку туфлями в конце концов? Получилось ведь вполне красиво. Ну что вы ее так удивленно разглядываете? Чем было, тем и нарядили. А половина из этой техники таки еще и на подарки сгодится. Да, развесить по улицам трусы из гирлянд и назвать это новогодним украшением определенно не самая лучшая идея городских властей. Неужели кто-то действительно рискнет повесить такое украшение на свою елку? Выглядит на редкость отвратительно. Действительно, почему бы не повесить на елку варенник? Вот это я понимаю украшение. Сметанки рядом поставить не забудьте. Бурная фантазия фанатов Звездных войн не дает им даже спокойно встретить Новый год. Зато они могут похвастаться эксклюзивными игрушками по своей вселенной. Какая прелесть! Злобный снежок с тысячью мелких острых зубов. Он мне даже нравится. Симпатяга. Этот гномик наглядно демонстрирует уровень новогоднего настроения большей части населения. Не будьте как гномик. Найдите в себе силы встретить праздник. Согласно надписи, эта игрушка называется Винни-Пух в костюме пчелы. Не знаю кто как, но лично я вижу здесь только медведя в бикини. Столкнешься с такой елкой в темноте и будешь встречать Новый год в реанимации после перенесенного инфаркта. Думать надо об окружающих, когда елки украшаете. А что, я был бы не против украсить свою елку хот-догами и бургерами. Да, выглядит странно, зато пробуждает аппетит. Не буду рассуждать на тему того, насколько уместен Брюс Уиллис на елке. Но согласитесь, игрушка просто гениальная. Кому может прийти в голову повесить на елку трех коров танцующих кан-кан? Какой логикой должен руководствоваться этот человек? Кажется, тут кто-то не рад наступлению новогодних праздников. А вообще, украсить елку мемами не такая уж плохая идея. Да что этот Санта себе позволяет? Его ждали с подарками, а он что творит? 15 суток за хулиганство ему обеспечены. Почему бы не повесить на елку очаровательную семью зомби-пряников? Ведь это гораздо веселее, чем обычные разноцветные шарики. Младенцы в утробе с автоматом. И все это в шарике, украшенном бантом? Окей, моя фантазия пасует в этом случае. Очевидно, эта игрушка задумывалась как очаровательный младенец, замотанный в пеленке. Почему-то получилось больше похоже на личинку какого-то насекомого с крупными глазами. Почему бы не украсить елку шарами в виде подводных мин? Очень свежо и оригинально. А еще лучше давайте сделаем игрушки в виде гранат. Это же так мило! Мало того, что такие игрушки кто-то делает, но ведь их кто-то еще и использует. Похоже, Санта-Клаус окончательно потерял всякий стыд. Ну и как его теперь на елку вешать? Точно! Давайте лучше повесим на елку огурцы! Не, ну а что, кто-то придумал такие елочные украшения, значит это нормально? Нет-нет, санитаров звать не надо! Трудно в это поверить, но перед вами олень. Честное слово, игрушка так и называется, олень из ненужных пазлов. Ну да, ведьмины пальцы на елочке смотрятся очень органично. Прямо добавляют атмосферы праздника. Пожалуйста, если будете украшать территорию возле своего дома, обратите внимание на тени, отбрасываемые украшениями. А то можете случайно загнать всех соседей в депрессию. Пара планы к оперативной памяти на елке будет совсем не лишними, если на праздник приглашен хотя бы один айтишник. Очень милые черепа, почему бы не развесить их на веточках? Заодно дети не будут таскать сладости из-под елки до нового года. Спокойно, это не человек. Это такое популярное шуточное рождественское украшение дома в Америке. Странный у них какой-то юмор, если честно. Вот прям всю жизнь мечтал, чтобы елка на меня подозрительно пялилась реалистично сделанным глазом. Но опять же, в качестве охранной системы для подарков, спрятанных под елкой, подойдет идеально. Просто повесить на елку оленя и санту – это слишком скучно. Гораздо веселее повесить их пятые точки. А вот елка, украшенная лайками и подписками. Это шикарная идея. Надеюсь, вы не пожалеете таких украшений для елки канала. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании.